От t минус, здесь u1, u1, u2. Здесь комплексное сопряжение можно не писать, потому что я беру по модулю. Вот такая функция. Значит, вот смотрите, вот теперь легко сравнивать с тем, что было на прошлой лекции. Если я u1 и u2 средняя положу равными нулю, что и бывает на самом деле для электромагнитных сигналов, потому что это какой-то синус или косинус с какой-то амплитудой, то если средняя ноль, то тогда то, что у вас останется здесь, если среднюю брать, это будет ровно то, что у нас получалось с вами для степени когерентности в случае, когда мы рассматривали видность интерференционной картины, которая определяется степенью когерентности. В общем, вот это определение, или это можете считать определением, смотрите, эти два выражения абсолютно эквивалентны, просто я вот u1 с двумя тильдами расписал через их определение. Вот получился такой... Там в знаменателе u2t плюс tau ведь, да? Нет, вот здесь в знаменателе? Да-да. Нет, здесь не обязательно это делать, потому что я считаю, что вот это среднее, оно не должно... Ну, вот мне нужны такие сигналы, да, чтобы вот это среднее не менялось уже при... Посмотрите, чтобы вот это среднее уже не менялось при вот этой сдвижке. Это все тот же вопрос, да? То есть, грубо говоря, если сигналы когерентны, вот они имеют общую причину, да? Ну, чтобы мне это заметить, мне надо какое-то большое взять, вот достаточно большое тэп взять, настолько большое, чтобы уже от вот этого одно слабо зависело. Ну, вы понимаете, что вот представьте, давайте вернемся к нашему примеру, да, с электрокардиограммой, да, вот которую вы берете с ноги и с руки. Вы же понимаете, да, что если я возьму за достаточно большое тэп, то вот это не будет зависеть уже от вот этого начала. Ну, потому что среднее, как от квадрата, как бы, ну, вот если сигнал примерно постоянный, вот имеется в виду, что постоянным в нем является не сама величина у константа, да, а вот его характеристики среднеквадратичная и такая и прочее. Такие сигналы, кстати, называют стационарными, мы их будем как раз очень подробно сегодня же рассматривать, стационарные такие случайные величины. Вот, поэтому мы считаем, что вот это среднее, оно от вот этого вот при достаточно большом т большом, от т со звездой зависит слабо. Поэтому здесь нам этого делать не нужно. Не нужно прибавлять сюда tau. А здесь нужно, в числителе обязательно нужно. Почему? Потому что, вот, ну, представьте, у вас есть, значит, вот стационарный, хорошо стационарный сигнал уже, допустим, центрированный, да, ну, какой-то косинус, например, да, я нарисовал синус. А, давайте косинус все теперь нарисуем, да. Дальше косинус. Вот вы понимаете, что эти сигналы когерентны. Ну, потому что если этот сдвинуть, вот на вот это tau, то сигналы абсолютно когерентны. Вот, от выбора t они не зависят, от выбора t со звездой они не зависят, если я вот возьму средний квадрат за большой достаточно период. То есть вот эти величины, ну, для косинуса, для синуса, они будут по одной второй, да, если вот эта вот единица у нас, допустим, да, то они будут все равняться одной второй, вот эти вот. А вот это, а вот это среднее будет существенно зависеть от вот этого tau. То есть вот эти средние от tau не зависят, если я беру t, вот этот вот, достаточно большим, то это будет примерно одна вторая, и от этой сдвижки никак не зависит. Понятно, да? Вот. А вот это выражение будет зависеть. То есть если взять вот так, как я сейчас сделал, не сдвигать, это будет вообще ноль, да. Вот. Ну, то есть потому что синус умножить на косинус, понимать, это будет синус двойного угла, ну, тут только не угол, а время будет, да. Скажем, ну, допустим, синус омега t вы берете, да, умножаете на косинус омега t. То это, ну, двойку еще давайте поставим, которая, в общем, ничего не значит. Это будет синус двух омега t, правильно? А среднее от вот этого будет ноль. А если мы сдвинем синус так, чтобы он стал косинусом, то вы получаете вместо такого выражения два косинуса омега t на косинус омега t. Среднее от вот этого выражения, да, то есть от этого среднее, значит, даст вам ноль. А от вот этого среднего, среднее, то есть когда вы сдвинули этот синус, так что он превратился в косинус. То есть вот это фактически, давайте напишем, это синус омега t плюс пипополам, да, сколько там? Надо сдвинуть, да, пипополам. Ну, то есть tau, давайте я напишу, то есть какой-то тут омега tau можно написать, так омега tau. Сдвинули, да? При определенном tau вот он превращается в косинус, да? И это получается уже среднее от вот этого, оно равно единице. Вот поэтому здесь это важно, здесь это не важно. Вот ответ на вопрос. Теперь, значит, что для нас еще важно вот в этой вот степени когерентности? Значит, ну, мы уже сказали, что степень когерентности – это не число, а функция, да? Что вот эта tau важна, мы сдвигаем все на tau, то есть это есть некоторая функция. Значит, обычное поведение этой функции, обычное, типичное поведение этой функции, давайте нарисуем, типичное поведение этой функции такое, Для типичных величин поведения, как они зависят от ТАУ? Ну, как вы думаете, как они могут зависть от ТАУ? Если, а, да, вот, кстати, секундочку, я не договорил, здесь вот еще какой-то важный момент, давайте я на другом источнике уже напишу это. Значит, если очень часто применяют помимо, вот, помимо такого среднего, да, ну, то есть от двух, когда у вас есть два сигнала, вы хотите понять, когерентны они или нет, да, то есть это вы берете вот такое среднее, О1 от Т и У2, комплексно сопряженное от Т плюс ТАУ. Ну, очень часто вы берете вот такую величину, тоже это будет определение, значит, У от Т, У комплексно сопряженное от Т плюс ТАУ, то есть фактически У2 равняется У1, то есть меня интересует, нет ли такого квазипериода, что ли, у самой функции, у самой вот этой функции. То есть это случай, когда У1 как бы равняется У2, равняется У. Вот, значит, то же самое для К от ТАУ, да, от исходных, значит, вот, просто среднее от У от Т и У от Т плюс ТАУ. Вот, значит, то есть фактически ничего не изменилось, просто У1 равен У2. В этом случае вот такую функцию называют автокорреляционной функцией. Ну, авто, потому что вы берете одну и ту же функцию. Значит, автокорреляционная функция, одну и ту же функцию У от Т. Вот эта автокорреляционная функция, это автостепень когерентности. Вот, автокорреляционная функция и автостепень когерентности. Так вот, обычно, значит, если говорить про вот эту автокорреляционную функцию, как она себя обычно ведет? Или автостепень когерентности, давайте, да, то есть вот гамма от Т, вот это вот, для авто. Значит, вот я ее откладываю сюда, сюда откладываю ТАУ. Ну, вы, наверное, понимаете, да, что в момент, в момент, то есть здесь ТАУ, прощение, здесь ТАУ, не ТАУ, значит, при ТАУ равном нулю, она равняется единице. Это очевидно? Никто не говорит? Да, да. Как она должна себя вести? Вот как вы считаете? Она, очевидно, должна убывать как-то со временем, понимаете, да? То есть, а вот об этом убывании ее со временем, говорят, как о затухании корреляции. Такое бывает, даже если я бы и разные функции взял, не обязательно автокорреляционную, значит, функцию и автостепень когерентности. Почему? Ну, потому что вот все-таки корреляциям свойственно затухать во времени. Ну, вот представьте себе, да, значит, у вас есть какой-то сигнал, который почти синус, да, почти синус. Вот, то есть, вот он такой вот сигнал, и долго-долго идет на такой почти синус. Значит, ну, любые какие-то слабые изменения, давайте мы представим себе, да, как-то чуть-чуть сдвигают фазу, да? Значит, так что вы, значит, если возьмете какой-то начальный участок, да, и участок через достаточно большое время, вот оно, этот ау, и начнете их перемножать, они уже могут превратиться, знаете, как синус и косинус. То есть, за очень большое время фаза может так сбиться, что если тут был синус, то с этого отсюда будет начинаться уже там косинус, причем он может сбиваться так, что даже вот если вот это время Т большое я возьму какое-нибудь, да, вот это, за которое я усредняю, что это Т большое уже может оказаться так, что теперь, если я возьму в качестве Т большого вот такой промежуток, вот такой промежуток, то у меня уже окажется, что как ни сдвигай, при любом Тау, при любом Тау, значит, уже сигналы будут некогерентны, потому что, ну, где-то здесь они в начале этого участка совпадают, а тут уже не совпадают, и степень когерентности может оказаться очень маленькой. То есть, ну, как бы из-за вот этих вот случайных каких-то фуктуаций, вот этим величинам свойственно, физическим величинам свойственно затухать, то есть корреляции со временем затухают. Значит, и вот характерное время, да, часто вот, ну, такой почти экспоненциальный процесс, и вот это вот Тау-0, это характерное время, его называют временем затухания корреляции. То есть вот характерное время, за которое они затухают, называется временем затухания корреляции. И обычно с увеличением Тау, то есть со временем, корреляции затухают. Время затухания корреляции. Тау ноль, время затухания корреляции. Корреляции. Время затухания корреляции. Вы, кстати, знаете, кто-нибудь мне скажет, а вы знаете такой физический сигнал, у которого время затухания корреляции ноль? То есть сразу практически затухает все. Ну или очень близкая к нулю. Как мы такой сигнал называем? Взрыв какой-нибудь. Не-не-не. Вот смотрите, в чем суть. Представьте себе, что есть какой-то сигнал, да, да, пускай даже он центрированный и нормированный будет. То есть вот какой-то вот такой сигнал. Вот он идет, да. Значит, вот смотрите, что означает наличие корреляции. Это означает, вот если я смотрю автокорреляционную функцию, например, означает, да, что как бы сигнал в этот момент времени, да, как-то определяется сигналом в этот момент времени. Вот что означает наличие вот этого, наличие вот этих корреляций, да. То есть как бы между вот этими величинами существует какая-то связь. Существует какая-то связь. Значит, а тут я говорю, что сигнал уже в следующий момент времени никак не зависит от того, что было в предыдущий момент времени. Ну, это такой, так сказать, может быть, не вполне жизненный пример, да, потому что, ну, все-таки понимаете, что обычно сигналы так себя не ведут. Если там сигнал в какой-то момент времени, допустим, равен единице, да, то вы не ожидаете, что в очень близкий момент времени он может быть любым, в том числе, например, и минус, да, какой-то там большой. То есть что, ну, вы понимаете, что ему надо как-то уменьшаться с каким-то временем, то есть производные обычно в бесконечность не обращаются у нормальных физических величин. Но вот, а тем не менее, вот если вдруг предположить себе, да, что вот это время очень мало, то есть, ну, практически сигнал никак не зависит в этот момент времени, никак не зависит от того, каким он был в этот момент времени. Как называется такой сигнал? Может, кто-нибудь скажет все-таки? Название, название, как называется такой сигнал, который вот ведет себя так вот, то есть никак не связан в последующий момент времени с предыдущим. А вот как он называется? Да, случайный точно совершенно. Белый шум он называется. Вот запомните. Называется он белый шум. Это вот сигнал как раз вот такой, у которого, значит, последующий момент времени с предыдущим никак не связан. Вот. Но в чистом виде вот такой белый шум, да, это, конечно, он все-таки не будет встречаться. Все равно там какие-то будут времена затухания корреляции, да, конечные. Но если они вот очень маленькие по сравнению с характерными временами в задаче, которые вы рассматриваете, то тогда можно говорить о том, что это белый шум в вашей задаче. Это понятно, да? Вот, значит, резюме какой вот из этой части лекции я бы хотел, чтобы вы вынесли, да, какой резюме. Значит, что вот эта степень когерентности, которая у нас фактически, давайте я вернусь, да, степень когерентности, которая у нас фактически встретилась в оптике, и мы показали, что она, значит, позволяет нам определить видность интерференционной картины, вот эта степень когерентности. Значит, я ещё раз напоминаю, что там в оптике у нас вот эти средние были равны нулю. Было такое выражение только, где вот эти средние равнялись нулю. Значит, позволяет вам определить видность интерференционной картины, имеет огромное значение не только в оптике, но часто применяется и в других разделах, и не только в физике. Значит, потому что часто очень вы, допустим, хотите узнать, имеют ли два сигнала какую-то общую причину. То есть, если... Ну, вы, кстати, про это так и говорите часто в бехотном языке. То есть, есть ли какая-то корреляция между тем, например, как вы учитесь и вашими оценками? Есть ли корреляция, значит, или нет? Вот эта, значит, степень когерентности как раз и позволяет выяснить, есть ли между этими величинами корреляция или нет. Значит, это особенно ценно бывает, когда вы не можете назвать причину этой корреляции. Вот просто хотите понять, есть она или нет. Вот, а, скажем, физическая причина или какая-то другая причина, что эти как-то скоррелированы, этого нет. Значит, вот тогда важно это сделать. То есть, этим часто пользуются. Единственное только, что надо иметь в виду, что если вы не можете назвать причину, по какой существует корреляция, то можно иногда и ошибиться. То есть, если... Ну, и таких примеров куча. Представляете, если я беру два сигнала, U1 и U2 от T, и вот меня интересует, коррелируют они там или нет. То есть, коррелируют, например, там, словно говоря, ваши оценки с направлением движения айсбергов, например. И, понимаете, если вот я взял U1 от T, да, какую-то величину, а величин U2 от T у меня есть великое множество. Ну, самые разные, я могу брать, зависимости, которые только в природе существуют. Неважно, чего угодно от чего угодно, но от времени, чего угодно от времени. И рано или поздно попадется такая величина, которая на каком-то заданном промежутке T большой, окажется коррелирующей с U1 от T. И вот я буду радостно говорить, что вот ваши оценки, это U1 от T, они коррелируют там с чем-нибудь, совершенно левом, ну, там, с, там, протуберанцами на Солнце, грубо говоря. С направлением движения айсбергов, да, самое интересное. Так вот, поэтому, и где-то в интернете вы сможете найти, там, на эту тему много шутят, то есть берут какие-то две, ну, совершенно никак не связанные величины, вдруг оказывается, что они меняются очень похожим образом. Значит, поэтому надо иметь в виду, что к этому нужно относиться аккуратно. То есть, если вдруг вы видите, что степень когерентности близка к единице, это, ну, действительно говорит вам о том, что, возможно, эти две величины имеют какую-то общую причину, общую природу. Поэтому такой анализ крайне важен. Но это все-таки повод для того, чтобы находить потом физическую или какую-то другую, ну, и причину, почему такая корреляция возникла. Понятно, да? Потому что если вы просто взяли две абстрактные величины, с большой вероятностью никак между собой не связанные, то поскольку возможных величин бесконечное множество, то среди них может найтись какая-то, которая с вашей У1АТ будет коррелировать. И это может ни о чем не говорить. Это надо иметь в виду. Значит, понятно, да? Тем не менее, очень важно. И тогда это прям очень помогает. То есть, вы как бы чувствуете, что две какие-то величины, похоже, связаны между собой. Да? Значит, причину вы еще не нашли. Но стоит вам ее искать или не стоит? Вот вы берете вот эту степень когерентности, и после этого вам становится понятно. Например, представим, она близка к нулю. Ну все, нет никакой связи, можно ее не искать. А если это все-таки она близка к нулю, значит, есть смысл поискать какую-то причину. Понятно, да? Ну, хорошо, на этом я долго останавливаться не буду. Значит, на этом параграфе. Значит, глава у нас по-прежнему интерференция. А мы переходим сегодня, давайте, к следующему параграфу, значит, который называется «Стационарные случайные величины». Вот, очень похоже это на вопрос, который задавали где-то в середине лекции. Давайте запишем новый параграф «Стационарные случайные величины». Значит, итак, пусть у нас имеется некий сигнал УАКТ. Некий сигнал УАКТ. И вот, допустим, это «Стационарная случайная величина». «Стационарная случайная величина». «Случайная величина». Что это означает? «Стационарная и случайная, или стационарная и случайная величина?» «Стационарная и случайная». Она и стационарная, и случайная. Значит, в каком случае мы считаем, что она стационарная случайная величина? Ну, если ее различные усредненные значения, ну, средний квадрат и так далее, да, слабо меняются со временем или вообще не меняются со временем. То есть практически... Ну, вот если говорить на том языке, о котором мы раньше говорили, помните, вопрос вы задавали? Вот имеется в виду, что вот от этого ТС-звездой разные вот такие средние, но только я беру У и У снова, да, то есть автокоррелизационные функции. Вот от этого ТС-звездой она не зависит. То есть если, ну, допустим, среднеквадратичная величина, еще другие средние всякие, они практически не зависят от времени. Вот такая величина, там, не знаю, свет от Солнца, например, да, то есть она практически со временем не меняется. Ну, чтобы совсем уж не менялось за бесконечное время, наверное, так не бывает, но вот по определению будем считать так, что ее средние величины, которые ее характеризуют со временем, не меняются. А сама она, естественно, меняется. Ну, какая-то случайная величина, она как-то, значит, меняется, но вот средние величины, скажем, они не зависят. Но вот какой у меня возникает вопрос, да. Я хочу понять, каков спектр этой случайной величины. То есть есть ли там какие-то частоты, может быть, там есть какие-то выделенные частоты, на которых она, так сказать, есть ли, например, там в спектре Солнца, или это совершенно такой белый свет, или там есть какие-то вот спектры, или это там от каких-то звезд и так далее. Значит, я хочу понять, как выглядит ее фури-образ, иными словами. То есть какую-то частоту, такую функцию найти. Хочу V от омега. Где это фури-образ этой величины? Давайте я так вот его напишу. Единица на 2π. Казалось бы, все очень просто. Я беру вот такой интеграл. Ну, условно от минус бесконечности до бесконечности. Значит, U от t и E в степени минус и омега t dt. И у меня сразу же возникает проблема. Сразу возникает проблема. Если это действительно стационарная случайная величина, то таким образом ее спектр я не найду. Почему? Потому что вот этот интеграл, на который я написал, он не существует. Если вы вспомните определение, да, вот при фури-разложении, да, то эти теоремы соответствующие, да, то вот этот интеграл будет существовать, если, чтобы этот интеграл существовал, там требования есть к этим функциям, у которых вы берете фури-разложение, чтобы вот эта величина, у от t, на вот этих бесконечностях замулялась. Причем там еще по определенному закону. Мы этого говорить не будем, но по какому там закону. Главное, что вот эта величина должна на бесконечностях убывать в ноль. Иначе этот интеграл, фури-разложение вы не можете брать от такой функции. Обратное фури-разложение не будет равно потом самой функции, если у от t не убывает на бесконечности. Значит, поэтому такого разложения не существует, как фури-разложение, так как у от t не убывает при t стремящемся к плюс-минус бесконечности. Ну, давайте вот так напишем даже. Не убывает при t стремящемся к плюс-минус бесконечности. А почему не убывает? А потому что это стационарная случайная величина. Это ее определение, что она не убывает. Значит, ну и как все-таки быть? Ну, вы же понимаете, что все равно, значит, как бы должен существовать спектр. Я хочу найти спектр этой величины, частотный спектр. А она вот не убывает. И что мне делать? Ну, я могу вот как поступить. Значит, тем более, что бесконечности вот таких в физике не бывает. Я давайте сделаю так. Пусть, давайте напишем. Я введу вот такую величину, vt от омега, которая будет равняться вот этому. Минус t dt от t. Я в степени минус омега t dt. Вот введу такую величину. И t у меня формально будет стремиться к бесконечности. То есть, там, ну, достаточно большое, пускай будет. Значит, такой интеграл уже будет существовать. Значит, фактически я могу дело представить себе так. Смотрите. Вот если у меня была какая-то величина u от t, да? u от t. Вот была какая-то величина, да? u от t. Вот это стационарная случайная величина. Вот, смотрите, что вот это вот означает. Переход отсюда сюда. Как будто я беру фурье, но не от вот этой функции, а от этой исходной функции, умноженной на вот такую вот функцию. То есть, смотрите, вот это был u от t. А это вот некоторая вот такая функция, да? Значит, ну, 0, если здесь, у меня, да? Как будто вот минус t и t. Вот я его на такую функцию умножил. Вот это умножил на вот это. А после этого взял вот такой интеграл. Вот это то же самое, согласитесь, да? То есть это равносильно тому, чтобы взять интеграл от минус t до t. Значит, вот такая функция называется функция окна. Вот это... Значит, то есть вместо такого интеграла очень часто это используют в фурье-анализе, когда вы берете исходный сигнал, умножаете его на какую-то вот такую функцию такого типа. Она не обязательно может быть вот такой, да? 0, 1, да? Она может быть какой-нибудь плавной функцией окна. Такая какая-нибудь функция. А после этого берете фурье. Такое часто делают. И после этого еще часто делают так. Вот берут эту функцию окна, вот так двигают, и потом вот эту величину усредняют по вот этому времени. Так тоже делают. Значит, это очень часто... Мы про это подробно поговорить не будем, но я просто замечу, что такое очень часто используется в фурье-анализе. Причем, значит, можете об этом подробно почитать, там вот в соответствующих книжках, там погуглить, значит, что еще от вида функции окна часто зависит... Точнее, функции окна часто выбирают в соответствии с тем, что вы хотите от фурье-анализа получить. Там за счет ограничения вот по времени часто возникают такие дополнительные лепестки, что ли, если вот есть какой-то там всплеск функции в атоме, да, на кучете, то часто бывают такие вот лепестки еще от этой функции. Вот вы хотите их уменьшить, тогда вы определенное окно берете. Они там по именам даже называются, можете посмотреть это. В Кипедии можете посмотреть, в парфурье-анализ там с разными окошками. Или, например, у вас есть такой квази-период, то есть какой-то он такой, ну, размытый, то есть вроде бы сигнал периодичный с каким-то там периодом, вот таким, но он все-таки накладывается, то есть какая-то случайная величина накладывается на периодическую, например, да, а случайная величина, например, сильная. А вы хотите все-таки этот квази-период увидеть, тогда вы тоже можете взять там определенные функции окна есть, которые позволяют сделать так, что вот этот сигнал на какой-то частоте, если там он присутствует, он будет побольше, чтобы вы могли это увидеть. То есть вот эти функции окна очень часто используются. Но в данном случае, значит, мы с вами в качестве функции окна взяли вот такую простую функцию, и поэтому у нас вот этот самый сигнал получился вот таким. Теперь это V от T от Омега существует, потому что, ну, теперь вот здесь у меня 0, и здесь 0, то есть моя функция после вот умножения вот этого на вот этого стала конечной, нулевой на бесконечностях, поэтому я могу спокойно брать вот такой фурии. Значит, если я взял, да, то дальше у меня существует теорема полноты, которая говорит мне о том, что вот такой интеграл, значит, U от T по модулю в квадрате, dt равен минус бесконечности до бесконечности, значит, Vt от Омега до Омега. Знакома такая теорема вам, да? Ну да, была где-то. Да, хорошо. Значит, проходили, да? Значит, вот имеется такая теорема, да? Значит, ну тогда смотрите, вот давайте попытаемся понять, что я хочу получить, чтобы вот, что я в итоге хочу получить. Я хочу получить некий спектр моей величины, то есть хочу понять, вот есть ли там какие-то выделенные частоты, которые там присутствуют в большей степени. Значит, это что означает, если это математически взять? Вот представьте себе, что я считаю среднюю интенсивность от этого сигнала, да? Среднюю интенсивность. Она есть по смыслу, да? Единица на 2t я беру. Кстати, я там не ошибся. Нет, там не ошибся. Единица на 2t от минус t до t. Это понятно, да? То есть средняя, я интеграл беру от минус t на 2t, то есть фактически это средняя. То есть я беру средняя от вот такой величины. Средняя от такой величины. Вот я что хочу. Вот так будет записываться это средняя. Теперь давайте этой теоремой воспользуемся, которую только что написали. Она означает, что это есть 2π на 2t. Интеграл от минус бесконечности до бесконечности теперь уже. Вт от омега до омега. Теперь, что я хочу? Я хочу, чтобы по смыслу, да? Давайте так напишем, по смыслу. По смыслу. Чтобы это было обозначено так. Вот таким интегралом. Минус бесконечности до бесконечности. И от омега до омега. То есть что я имею в виду, когда пишу здесь по смыслу? Что то, что мы хотим найти, то, что мы хотим найти, это вот эта величина. Ну согласитесь. То есть что и средняя, да? Это есть и от омега до омега. Вы интегрируете по всему спектру. Если здесь какие-то есть выделенные частоты, то они будут вот здесь, вот в этой функции от омега присутствовать. То есть вот это есть спектр мощности. Спектр мощности. То есть он нам нужен. То есть смотрите, мы здесь фактически интегрируем по частотам. Интегрируем по частотам и получаем среднее значение интенсивности. И интегрируем по частотам. Вот он наш спектр мощности, который мы и хотим найти. А мы ни на что не делим? Я не слышу еще раз. Мы ни на что не делим, мы просто берем интеграл? Да. Потому что мы хотим спектр мощности найти. Он имеет размерность. Он не безразмерный. Мы хотим найти спектр мощности. Значит, теперь если сравнить теперь вот эти две величины, то спектр мощности наш получается равен чему? И от омега давайте запишем. Пи на Т. Значит, в Т от омега квадрате. Вот наш спектр мощности. Теперь мы вспоминаем, что вот у нас есть определение В от Т. Не В от Т, а В от омега. Вот у нас есть вот такое определение. И это теперь надо сюда подставить. Значит, смотрите, надо здесь очень осторожно подставлять, потому что, смотрите, вот, значит, вы здесь берете интеграл по ДТ, и вам, смотрите, надо два взять, перемножить два таких интеграла. Такой и ему комплексно сопряженный. И ему комплексно сопряженный. Значит, поскольку этот Т должно быть немой переменной, то это означает, что я должен их эти переменные обозначить разными буквами в этих двух интегралах, потому что иначе это работать не будет. Значит, я должен написать так. Вот смотрите, у меня двойной интеграл. То есть произведение двух интегралов я пишу как двойной интеграл минус ТДТ, минус ТТ. И вот здесь у от Т1 я беру е в степени минус и омега Т1. И теперь умножаю на такой же комплексно сопряженный, но только беру теперь его от Т2. И поскольку он комплексно сопряженный, я пишу здесь плюс. И интеграл под Т1, под Т2. Чтобы у меня двойной был интеграл. Понятно, да? То есть это... У не надо комплекс сопряжать. Да. Мы будем считать, что оно действительное, а вот мы здесь вот минус взяли, а у АТ1, пускай у АТ1 будет у нас действительное. Напишите там, что это пускай действительно величина будет. И что бы нам. Ну, что мало, что это дает нам, но поэтому пускай у АТ1 будет действительно величина. Значит, дальше. Ну, мы давайте обозначим Т2 минус Т1. Обозначим Тау. Обозначим Тау. И тогда получается, что и от омега у нас имеет такой вид. Значит, и от омега имеет такой вид. Значит, пи на Т. Единица на 2П в квадрате. от Т, значит, минус бесконечности до бесконечности. А, нет, стоп, 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 стоп. Это неправильно я пишу. Это я неправильно я пишу. Значит, минус ТДТ. Т. И вот здесь я... Так. Давайте я так напишу, а потом... Все-таки напишу бесконечность, а потом поясню. Так, вот давайте напишем. Такой один интеграл, второй интеграл такой. И я объясню сейчас, в чем дело. Значит, У от Т1. Дальше. У от Т1 плюс Тау Е в степени и омега Тау ДТ1 и ДТау. Значит, смотрите, что я сделал. Казалось бы, ну тут все просто. Т2 минус Т1 я просто заменил на Тау, поэтому здесь интеграл стал ДТ1 и ДТау. Вот. Но я почему-то под Тау взял от минус бесконечности до бесконечности. Почему я так сделал? То мне позволяет вместо минус Т, вот давайте я в скобках напишу, было на самом деле минус ТТ по Т1, Т2. В скобках не буду писать, потому что Т2 менялось от минус Т до Т, а не Тау. Ну, тем не менее. Значит, что дает мне право вот здесь написать от минус бесконечности до бесконечности. Чтобы это понять, давайте мы вот так нарисуем область интегрирования. Давайте представим вот в таких координатах. Смотрите. Здесь у меня будет Т2, а здесь у меня будет Т1. И смотрите, наша область интегрирования, она вот имеет вот такой вид. Согласны? Это квадрат вот такой. Это квадрат. Значит, минус ТТ, минус ТТ. Вот такой квадрат. Что я дальше говорю? Посмотрите. Я говорю, что... Помните, вот в предыдущем параграфе, что степень когерентности, а-ля автостепень когерентности, убывает с ТАУ. То есть при увеличении ТАУ, как бы степень когерентности падает. Ну, корреляции... То есть сигнал забывает о том, каким он был в какой-то далекий момент времени. И вот представим себе, что мы вот этот Т взяли так, чтобы оно было много больше времени затухания корреляции. Характерного времени затухания корреляции. Что это означать будет? Это будет означать, что ваш этот интеграл, который вы брали, реально набирается вот в этой области. Вот в этой области. Вот это вот ТАУ 0. Наше время затухания корреляции. То есть весь интеграл набирается вот в этой области. Понятно, да? Можете еще раз повторить, пожалуйста, не очень. Вот посмотрите. Значит, представьте себе, что вы берете какую-то вот эту точку. Какую-то вот эту точку. Что это означает? То есть что это точка? Вы далеко отошли от вот этой прямой. Вот эта прямая, это Т1 равно Т2. Да? Вот эта прямая, это Т1 равно Т2. Вы далеко отошли от этой точки. От этой прямой. На большое расстояние. То есть Т2 минус Т1 ТАУ у вас стало большим. Т2 минус Т1 стало большим. И вы говорите, вот представьте себе, что вы это сделали. Тогда здесь вы видите фактически вот степень когерентности вот ту самую. Но если хотите, можете и сюда написать комплексно, если вам так будет больше видно. Хотя можно это делать для действительных чисел. Для действительной функции. Так вот, это фактически получилась степень когерентности. Ну, только не деленная ни на что. И чем дальше вы отходите от этой прямой, тем меньше будет этот интеграл, если мы с вами полагаем, что степень когерентности убывает с ТАУ. Степень когерентности убывает с ТАУ. Это означает, что весь интеграл практически набирается вот здесь. Вот в этой какой-то области, которая на ТАУ 0, на характерное время затухания и корреляции, отстоит от прямой Т1 равняется Т2. То есть от прямой ТАУ равная 0. Мы далеко не уходим от ТАУ равная 0. Понятно? Если вы далеко уходите от ТАУ равная 0, то интеграл равен 0. Почему? Потому что корреляции затухают. То есть, вот смотрите, вот эти функции, и вот эти две функции, они становятся совершенно нескоррелированы, если вы ТАУ берете большим, большим, чем Т0 некая, которая вот здесь нарисована. Понятно, нет? Да, понятно. То есть Т0 это вертикальный вот размах относительно. Т2 минус Т1. Хорошо. Т2 минус Т1 Т0. И это позволяет мне, что сделать? Смотрите, представьте, я теперь беру вот эти прямые, вот эти вот, и уношу их на бесконечность. Ну, фактически, я проигрываю тут вот в этом кусочке, да, вот вся ошибка моя вот здесь, да, будет. Но эти кусочки очень малы по сравнению с этой площадью, да, вот этой всей. Поэтому я не сильно ошибаюсь, когда уношу здесь вот это в минус бесконечности. При достаточно большом Т, если вот эти вот Т, много больше, давайте напишем Т, много больше, чем ТАУ 0, я могу здесь заменить на минус бесконечности. Если вот на этом рисунке смотреть, это равносильно тому, потому что вот так вот я бесконечности уношу вот эти вот прямые, я фактически не ошибаюсь. Тогда, если мы это примем, значит, получается, что иатомик имеет такой вид. Сейчас, давайте напишем. Иатомик имеет такой вид. Вот здесь давайте напишем 2Пи и 2Т. Вот так-то лучше будет, тогда понятнее будет. Значит, итак, единица на 2Пи. Это вот, ну, оно скоротилось тут. Вот единица на 2Пи. Значит, интеграл от минус бесконечности до бесконечности, вот этот интеграл, да, я беру ПАТАУ. КАТАУ, но е в степени ИОМИГАТАУ. ГАТАУ. КАТАУ. Где? КАТАУ. Здесь фактически вот эта средняя величина, то есть это корреляционная функция. Минус Т, Т, У, АТАУ. Ну, давайте комплексно сопряженное уже будем писать. Вот тут кто-то замечание сделал, пускай будет ладно для общности, хотя можно было бы действительно функцию посмотреть под ДТ. То есть, иными словами, средняя, да? Мы видим, что это просто корреляционная функция, что-то средняя. Автокорреляционная функция, да? Т плюс ТАУ. Смотрите, что получается. Получается, что спектр мощности, это фактически есть фурье-образ автокорреляционной функции. Значит, фурье-образ автокорреляционной функции. Значит, здесь можно еще сделать на Пи, если хотите, да? Потому что в обе стороны оно одинаково будет, ТАУ и минус ТАУ. Поэтому можно единицы на Пи интегрировать от нуля до бесконечности, в принципе. Значит, что мы тем самым добились? Что мы тем самым добились? Ну, смотрите, если вот эта величина, да, вот эта величина, от нее мы фурье-образ сбрать не можем сразу, потому что она не убывает на при ТАУ стремящемся к бесконечности. Вот эта функция, не убывает. Вот. Но, значит, функция КАТАУ, она при ТАУ стремящемся к бесконечности убывает. Мы сходили. То есть, смотрите, исходные сигналы, или его там средний квадрат, да, он не убывает со временем, да, вот это, и даже средняя тоже не убывает за, ну, при любом ТАУ оно не убывает, потому что это автокорреляционная функция, потому что это автокорреляционная функция стационарной случайной величины, а у нас она по определению такова, что эти всякие средние не должны меняться, да. То есть, она не убывает. И мы фурье брать не можем. Но если мы возьмем от нее корреляционную функцию, унцитал, то она убывает. И от нее мы можем взять фурье. Понятно, да? А мы теперь доказали, что если мы от нее фурье возьмем, то как раз и получим спектр мощности, вот, который нам по смыслу и нужен. То есть, как из этого спектра складывается и среднее. Вот такой спектр мощности, да. То есть, я как бы, представьте, у меня как бы есть ящики, да, с разными омега, да. Вот. Это омега. Вот и сколько, каких частот я сказал, да. Ну, тут функция и от омега. Если у меня какие-то выделения, вот у меня какая-нибудь, допустим, выделенная частота, и, значит, здесь вот будет много. То есть, как по, здесь омега и омега плюс д омега, да. То есть, как вот это среднее и среднее распределено по частоту. Вот по смыслу это вот эта вот величина. Величина дает нам спектр мощности. Поэтому для анализа, для частотных характеристик сигнала, то есть анализа, если там какие-то какие-то характерные частоты, часто используется вот такой спектр мощности. То есть, я сначала беру вот это среднее, то есть корреляционные функции, но за достаточно большое t какое-то, так, чтобы от него не зависело. Вот. А потом уже от получившейся функции, убывающей при t, при t, устремляющемся к плюс-минус бесконечности, спокойно уже теперь беру в реобраз и получаю спектр мощности. Вот соответствующая теорема, называется теоремой Винера-Хинчена, теорема Винера-Хинчена. Теорема Винера-Хинчена. Вот она позволяет так делать. Значит, ну, какие-то примеры у вас будут на семинарах, то есть как можно от каких-то величин там брать спектр мощности, ну, такие вот примеры будут. Поэтому я примеры не буду на лекции разбирать, они на семинарах должны будут быть, но вот это вот вам надо как-то запомнить, да, что если я хочу получить спектр мощности, то я должен взять фурье-образ, должен взять фурье-образ корреляционной функции. И вся идея состоит, еще раз напоминаю, в том, что от исходной функции я бы взять фурье-образ не смог, поскольку она на бесконечностях не убывает, а вот корреляционная функция убывает, по моему предположению, вот, и поэтому от нее я могу спокойно брать фурье. Вот. Это мы закончили еще один, этот самый параграф, стационарные случайные величины. Этот параграф закончен. Кстати, вопросы какие-то есть еще по этому параграфу? Стационарные случайные величины. Есть какие-то вопросы по этому параграфу? Можно еще уточнение? То есть, в итоге спектр мощности показывает наиболее вероятность случайной величины, средней величины, которые возникают? В нем уже, конечно, усреднение присутствует, поскольку вы корреляционную функцию когда брали, вы уже как бы усредняли. То есть, это такая усредненная характеристика сигнала. Но она показывает, есть ли в нем какие-то выделенные частоты. Ну, представьте, что что-то излучает на какой-то частоте, да, на какой-то частоте выделенной. То есть, и атомика, здесь я просто не плавно ее нарисовал, можно ее плавно нарисовать, да, и атомика. Вот какая-то вот, представьте, функция вот такая есть. Еще и говорите, что вот есть выделенная какая-то частота, значит, в изучаемом сигнале есть какой-то период, или квазипериод, его называют. То есть, есть какая-то выделенная частота, то есть, значит, есть какой-то квазипериод, равный 2π на омега. Есть какая-то частота выделенная. как такое может быть ну вот может быть что вот представьте вы взяли сигнал на какой-то частоте и добавили к нему много шума у вас получится какой-то белый шум добавили к нему а толщику этого такого типа сигнала но в нем есть все равно какая-то выделенная частота и вот этот анализ позволяет ее выявить то есть если эту функцию построите и от омега спектр мощности то вы увидите что в нем есть какие-то пики может один может несколько это означает что в изучаемом сигнале есть какие-то квази периоды или квази часов то такие понятно да вот это важно очень потому что вы часто это хотите сделать часто в жизни случается такая необходимость тут вам надо понять существует ли в каком-то сигнале квази период по слова квази в данном случае вам понятно да то есть но как бы пиву то есть не означает что функция строго периодично это не означает она строго периодично но вазе период в ней существует какая-то выделенная частота или несколько выделенных частот вот часто такой анализ очень показательный очень необходимый вот поэтому важно я считаю параграф такой и еще раз повторяю ты имеет отношение не только к оптике совсем то есть здесь мы у нас практически от оптики ничего понимаете то есть все что вот мы сейчас говорили про дистанциональные случайные величины это могут быть совершенно разные случайные величины понимаете да то есть вы можете там разные совершенно корреляции искать вот обязательно должны быть какие-то оптические сигналы могут быть и другие сигналы но к оптике тоже это имеет отношение с вами говорили хорошо значит следующий у нас параграф следующий параграф давайте запишем в это самое глава все та же глава все та же интерференция следующий параграф продольная длина когерентности запишите пожалуйста следующий параграф из названия продольное длина когерентности продольная длина когерентности записали к продольной длина когерентности вот представьте себе буду понять да вот у меня имеется классический опыт юнга давайте по вон рисуем класс контов упаковка вот это вот я рисую это экран со щелями. Ну, как мы с вами уже проходили, да, это вот экран, на котором я наблюдаю интерференционную картину. И где-то далеко у меня имеется источник. Источник. Ну, можете считать вытянутым, если хотите, как угодно. Теперь у меня наблюдается обычная классическая интерференция, да, то есть у меня есть лучи, которые идут вот так. Да, и так. Я напоминаю, что интенсивность здесь на экране, при тех вот условиях, которые мы с вами выбирали, да, ну, какие условия, напоминаю, что вот эти вот продольные размеры велики по сравнению с поперечными, но возникает интерференционная картина, которая определяется разностью фаз. Определяется разностью фаз. Но мы с вами говорили о монохроматическом источнике. О монохроматическом источнике, то есть источнике, который излучает на какой-то частоте омега 0. А я теперь говорю, пусть источник, пусть, значит, он излучает с характерным вот таким спектром дельта омега. То есть, грубо говоря, точнее, наоборот, не грубо говоря, а точнее говоря, ваш источник посылает стационарную случайную величину, но она не совсем случайная, а в ней есть вот какая-то выделенная частота, сильно выделенная частота омега 0 и некий разброс дельта омега. То есть, если и от омега построить спектр мощности, то он имеет такой вид. Вот такая величина. То есть, она не вполне не случайная, но и не вполне монохроматическая. Вот ее спектр мощности имеет у этого источника спектр мощности имеет такой вид. Вот это вот омега 0. Извините, можете маленечко листочек опустить? Да, сейчас. Спасибо. Ага. А вот это дельта омега. А вот это дельта омега. Вот такая величина. Значит, ну, поскольку омега равняется c на k, то наличие вот этой дельта омега означает, что у меня скорость света не меняется, значит, у меня есть соответствующая дельта k. То есть, я могу и так написать, что и от k тоже есть какой-то k0 и есть какой-то дельта k. И еще давайте мы сделаем так. Ну, будем для оценок наших считать, что на самом деле сигнал вот такой. k0, посмотрите, да, и вот это дельта k. Ну, то есть, вот он как бы такой равномерный. Ступенька. Не плавная функция, а ступенька. Ну, то есть, это означает, что и у дельта омега тоже так будет. То есть, мы приблизим как бы вот этот сигнал вот таким сигналом. Как будто у него такой разброс. Значит, теперь смотрите. Значит, я хочу понять распределение интенсивности на экране. Распределение интенсивности на экране. Значит, в чем здесь проблема? Смотрите, вот если я беру сигнал вот с таким k и вот с таким k, то они окажутся некогерентными. Потому что получается разброс частот, да, разброс частот. А раз разброс частот, значит, если вы потом начнете усреднять, я напоминаю, что интерферационная картина определяется разностью фаз. То эта разность фаз будет меняться на разностной частоте и при усреднении даст ноль. Интерферационную картину не увидите. Поэтому давайте я сделаю так. Я возьму и из вот этого сигнала вырежу очень узкий участок. Очень узкий участок шириной, вот напишите здесь, что ширина дека. Такую маленькую-маленькую дека беру, чтобы все-таки этот сигнал был когерентным. Понятно, да? То есть, что разность очень маленькая, чтобы она не усреднялась в ноль при усреднении, чтобы не получался ноль. Вот беру такой дека. А уже сигналы с разными... Вот, смотрите, вот я беру какой-то дека очень маленький и какой-то ка. А при разных ка теперь у меня сигналы некогерентны между собой, поэтому я буду складывать уже интерферационные картины. Сейчас вот я точнее это напишу. Смотрите, я возьму величину ди. Ди. Значит, что у меня будет обозначать величина д и ноль? Я на это напишу. Что такое д и ноль? Смотрите, вот и ноль это интенсивность здесь на экране, если я закрыл одну из щелей, одну из щелей, да, и взял полный вот этот спектр. У меня вот здесь получается какая-то интенсивность и ноль, и никакой интерферационной картины нет. А что такое д и ноль? Д и ноль это если я взял только узкий участок этого спектра. Но как я могу взять узкий участок этого спектра? Ну, поставить какой-то фильтр, который все это обрежет. Например, взял а я обрезал. Теперь, что такое д и ноль? Это интенсивность здесь, если я закрыл одну из щелей и убрал все, кроме вот этого вот узкого участка в спектре. Тогда, чему равняется д и ноль? Ну, мне трудно понять, что он будет равен и ноль делить на дельта к и умножить на дк. То есть, если у нас такая вот функция, да, спектра мощности, то д и ноль будет равен вот этому. Теперь, смотрите, я беру увеличену д и. Что такое д и? Д и это вот опять я взял только вот этот узкий участок спектра, но открыл теперь обе щели и смотрю, что здесь будет. Значит, поскольку вот у меня такой узкий участок, он когерентный, будет обычная интерференция, мы ее уже писали, значит, я напоминаю, тогда д и будет два д и ноль, д и это два д и ноль единица плюс косинус разности фаз. Косинус, ну, разность фаз можно написать к дельта р. Единица плюс косинус разности фаз. Вот что, вот что получилось. Теперь, значит, ну, если сюда подставить, это будет два и ноль на дельта к, значит, единица плюс косинус к дельта р на дк. Теперь я что хочу? Значит, и так, еще раз напоминаю, я открыл очень узкий участок спектра и открыл обе щели. Теперь у меня здесь появилась интерференционная картина, интерференционная картина, потому что, смотрите, при изменении вот этого икса, да, если это у нас икс, дельта р меняется, и вот у меня возникает здесь интерференционная картина. Теперь я что хочу? Теперь я хочу открыть весь участок спектра и обе щели и получить сигнал, который я назову И. Как мне найти И? Ну, очевидно, что если мы с вами договорились, да, что разные вот эти вот участки спектра дают, каждый дает интерференционную картину свою, и я буду складывать уже интенсивности, потому что эти сигналы некогерентны. Значит, получается, что общий сигнал это есть интеграл по ДИ. И равен он, получается, следующий влечения. Давайте мы это напишем. То есть, это и есть интеграл. Значит, давайте посмотрим, в каких пределах я его должен взять. Я его интегрирую, я должен по К, очевидно, я должен взять К0 минус Дельта К пополам, а здесь К0 плюс Дельта К пополам. И интегрирую вот это 2 и 0 на Дельта К С плюс косинус К Дельта Р на ДК. Я, кстати, вам напоминаю, что вот этот самый Дельта Р как функцию, допустим, вот этого вот Икса, вот этого расстояния, расстояния между щелями, мы можем считать, но нам этого не нужно делать, поэтому лишнюю формулу списать не надо, нам не нужно этот Дельта Р подсчитывать. Значит, вот мы записали, теперь нам надо это проинтегрировать. Ну, давайте проинтегрируем, значит, я 2 и 0 здесь получится. Значит, здесь будет, значит, так я напишу единицу на Дельта К, это я вынес, как бы вот это вот вынес, да, значит, здесь я проинтегрирую, вот, ну, единицу интегрирует легко, да, и она отдаст Дельта К снова, да, вот, а интеграл от косинуса, это, естественно, синус, только деленный на Дельта Р, да, то есть, получится единица на Дельта Р, синус К Дельта Р, который надо взять в пределах от К0 минус Дельта К пополам до К0 плюс Дельта К пополам. ну, значит, ну, мы видим, действительно, это даст нам 2,0, Дельта К можно занести, то есть, получится тогда такое выражение, 2,0 оставим за скобками, да, а в скобках у нас получится так, единица плюс единица на Дельта К и на Дельта Р, значит, вы поняли, да, тут Дельта К я вынес сюда, чтобы, скажите, вниз на Дельта К и на Дельта Р, ну, и там разность синусов, разность синусов чему равна? поезде не укусинус? нет, синус на косинус, из двойка еще, да, как-то так, 2, получается синус Дельта К пополам на Дельта Р, ну, как-то бы, синус, да, а косинус, косинус по этой полной суммы, вот, если будет и будет косинус полусуммы, это будет К0 на Дельта Р. Вот, получается такая величина. Или, если это по-другому, еще давайте запишем окончательно в таком виде, и у нас равняется 2,0 единица плюс вы видите, что здесь как бы стоит ну, смотрите, тут Дельта К Дельта Р пополам и тут Дельта К Дельта Р пополам. Синус, то есть это синкум получается, да, синкум Дельта К Дельта Р пополам на косинус на косинус К0 Дельта Р. Вот такая интерференционная картина у нас получилась. Теперь мне скажите, вы помните, что мы с вами говорили, что если интенсивность имеет вот такой вид плюс Б на косинус разности фаз, которая меняется, да, так что этот косинус от минус единицы до единицы меняется, то видность интерференционной картины будет равна Б по модулю. Помните такую теорему мы с вами доказывали? Чего-то кто-то говорит, я не услышал. Хорошо, значит, вот видность будет равна вот этому. Значит, у нас получается, что видность нашей интерференционной картины есть модуля этого синкума. Вот чем равновидность. Значит, ну, синкум это функция такая, да, я надеюсь, вы помните, да, то есть в нуле она равняется единице, это самый синкум, да, вот от этого аргумента. А дальше он бывает, вот, когда он, кстати, равен нулю? Ну, когда аргумент равен пи. Пи, да, когда аргумент равен пи. Вот, значит, синус пи будет ноль, да, и вот так. А дальше он, да, значит, тут модуль стоит, да, поэтому я вверх рисую. Дальше вот это вот очень маленькое, вы можете посмотреть даже в максимуме, чему она равна, там, подставить соответствующий косинус, разделить, видите, да, сами. Но довольно быстро здесь и бывает, поэтому реально я могу сказать, ну вот, она существует вот в этой области только характерно, да, то есть, значит, если я пойду дальше, то видность уйдет в ноль, видность уйдет в ноль, и интерфейсионной картины я не увижу. А рассуждать я буду вот как стихийный материалист, то есть, значит, если я вижу интерфейсионную картину, значит, все у меня когерентно, если не вижу, то он не когерентно, вот и все. Значит, поэтому я говорю, что, значит, вот эта величина должна быть меньше, ну, давайте ему условно напишем π, такая дельта r, пополам, меньше порядка π. Ну, величины порядка π, тогда, значит, я говорю, что сигналы когерентны. Что это означает, чисто практически? Смотрите, вот это, значит, если я буду изменять их вот здесь, дельта r будет расти. И если я уйду очень, и вот она как-то осциллирует, то есть, это интерфейсионная картина. Но если я возьму большие дельта r, далеко, большие дельта r, то видность будет уменьшаться. Иными словами, то есть, если здесь была хорошая видность, да, то дальше она будет уменьшаться. Вот так будет. Понятно, да? Уменьшаться и дальше в ноль. Это вот интенсивность на экране я нарисовал. То есть, интерфейсионная картина пропадает. Значит, и вот характерная дельта r, при котором она пропадает, или, если хотите, предельная дельта r, при котором она существует, давайте мы обозначим со звездой. Да? Нет, со звездой предельную обозначим. Итак, мы пишем, что дельта k на дельта r со звездой имеет порядок 2π. Вот. То такое дельта r, удовлетворяющему вот этому, называется, называется продольной длиной когерентности. Продольная длина когерентности получается, это максимальная разность хода лучей, при котором вы еще видите интерференцию. Значит, из этой оценки мы видим, что l продольная тогда получается 2π на дельта k. 2π на дельта k. Ну, у нас k равняется 2π на лямбда. Обычно принято через длину волны это делать, да? Поэтому я это могу так записать. Смотрите, я могу написать так, 2π на k, а здесь k на дельта k. k. Но k это имеется в виду вот этот k0. То есть, значит, ну вот из этой формулы у вас будет следовать, что дельта k k равняется дельта лямбда к лямбда. Ну, если производную взять, то увидите сразу. Единственное, только что знаки разные, но под дельта k мы считаем, что дельта k и дельта лямбда положительные, то есть, мы правильно вычитаем, поэтому вот такая формула будет, да? Значит, это я могу написать так, значит, получается 2π на k это лямбда, лямбда, а k на дельта k, вот согласно этой формулы, это лямбда на дельта лямбда. Или получается лямбда квадрат на дельта лямбда. Это вот если выражать продольную длину когерентности через лямбда и расспрос лямбда. Разброс лямбда соответствует разбросу дельта k или разбросу дельта лямбда. Итак, давайте эту формулу мы запишем, значит, оценку лямбда квадрат на дельта лямбда. Обратите внимание, эта величина имеет размерность длины, как положено, имеет размерность длины, как положено, и И чем меньше дельта-лянда, тем больше длина когерентности. То есть это означает, что на этой картинке, чем дальше вы будете видеть интерференционную картину. То есть это лучше в смысле интерференционной картины, в смысле когерентности. То есть фактически устремляя дельта-лянда к нулю, мы стремимся к точному хроматическому свету, то есть когда этот разброс очень маленький, и L, продольная, стремится тогда к бесконечности, я могу сюда далеко уходить. Значит, я вот еще что хочу немножко сказать вам, значит, по поводу вот этого, да. Значит, два обстоятельства, ну, два обстоятельства, вот первая обстоятельства. Как к этому относиться? Почему все-таки это называется продольной длиной когерентности? Вот почему это называется продольной длиной когерентности? Вот это вот величина, вот это максимальная, еще раз, максимальная разность хода, максимальная разность хода, при котором наблюдается еще интерференция. Почему вот так ее назвали? Продольной длиной когерентности, это максимальная разность хода. А логика здесь примерно такая, вот смотрите. Здесь можете уже ничего не писать, послушайте. Логика примерно такая. Представьте, у вас есть какой-то источник или какие-то источники здесь, и вы отошли вот в этом направлении от них, на какое-то расстояние. И в этом месте, представьте себе, что есть некоторое волновое поле. Я хочу выделить некую область этого волнового поля. Какую область? А вот какую. У меня смысл такой. Чтобы если я взял любые точки из этой области, любые две, то сигнал был бы от них когерентный. Что значит сигнал был бы когерентный? Это означает, что я взял, например, две вот эти точки. То есть это означает, что я вот так вот взял, поставил экран со щелями. Вот отсюда пошло излучение, вот так вот. И здесь я наблюдаю интерференционную картину. Понятно, да? И я хочу вот такую область выбрать, где-то в окрестности этой точки, чтобы любые две точки из этой области, сигнал от них был когерентным. Это, ну, давайте я, к слову, назовем область когерентности. Тогда у этой области, смотрите, получается, есть характерные размеры. Вот этот размер этой области, это L-продольная? А вот этот размер, это L-поперечная. Это L-поперечная. L-поперечная мы потом поищем на следующей лекции. А вот L-продольная мы нашли. То есть это фактически, смотрите, но вот если я беру сигнал отсюда и отсюда, да, значит, и где-то здесь вот буду смотреть интерференционную картину, то разность хода между ними будет как раз вот эта вот длина, согласитесь. Если вот один сигнал отсюда я направляю на экран, да, и сигнал отсюда направляю на экран, даже вот в эту точку, то между ними будет вот эта разность хода. Вот такая разность хода. И вот, значит, она мне задает предельную разность хода, при которой наблюдается интерференция. Это вот первое обстоятельство, почему это называется продольной длиной когерентности. А вот на рисунке опыта Юнга, она же для этой когерентности вдоль экрана? Я опыта Юнга как хочешь могу сделать, я могу его так косо разместить, потому что всё равно, ну вот, идёт сигнал, значит, отсюда пошли излучения, да, и вот в области наложения здесь я вижу интерференционную картину. Вот. Я почему вот так нарисовал, чтобы вам было понятно, почему это называется продольной длиной когерентности. То есть я иду вдоль светового луча и смотрю разность хода. То есть вот сюда пришло два луча, по-другому говоря, ещё можно так сказать. Пришло два луча. Какая между ними разность хода? Если она большая, то вы интерференционной картины не видите. Если маленькая, то видите. Значит, поэтому вот это можно по-другому назвать вот характерной областью когерентности. Теперь, это первое замечание. Второе замечание такое. Значит, смотрите, вот если вот на такой картинке смотреть, что вот я взял сигнал отсюда, взял сигнал отсюда и уронил их на экран. Уронил их на экран. Я могу это сделать, но я вот возьму такие щели, смотрите, вот так вот. Сделаю зигзагом. И отсюда сигнал, и отсюда они будут где-то пересекаться. Я могу так сделать. Могу зеркало, в конце концов, поставить здесь. То есть у меня много способов есть, да, как вот. Я могу взять вот так, например, да, а потом поставить зеркала здесь и пустить сюда. То есть вы сейчас не заморачивайтесь, каким образом вот эти два сигнала, скажем, если вопрос был с этим связан, каким образом эти два сигнала я уронил на экран. Ну, уронил каким-нибудь образом, поставил зеркала там или еще что-то. Это сейчас не важно. Важно, что после того, как сигналы, даже отражаясь от чего-то, неважно, пришли сюда, между ними есть какая-то разность хода, которая вот этой величине равна. И вот эта разность хода должна быть меньше, чем продольная длина когерентности. Иначе здесь не будет интерференционной картины. Вот суть в этом. Так вот, получается, что дельта к, если на этой картинке брать еще раз, да, вот это где-то источник был, вот здесь и здесь я беру, значит, вот эти две точки, значит, да, волновое поле вот в этих двух точках, создаваемое этим источником. Если у меня, допустим, ось х, да, то смотрите, что я пишу. Я пишу, получается, что дельта к на дельта х имеет порядок 2π. Если в качестве дельта х я беру вот эту продольную длину когерентности. То есть, это соотношение неопределенности. Значит, это, поэтому можно понять так. Значит, можно говорить о том, что источник, источник излучает определенными цугами. То есть, вот давайте я нарисую источник. Источник излучает определенными цугами. И L продольная – это длина цуга. Вот одна, первый цуг, там второй цуг, вот и так далее, да. Если вы накладываете, то есть, ну, представьте себе, что вот такие цуги, а фаза вот в этих местах случайно изменяется. То есть, как бы косинус, например, косинус, а вот здесь тоже косинус, но фаза у него случайно поменялась, вот в этой точке. В этих вот точках случайно меняется фаза. И тогда, если вы берете и складываете сигнал отсюда и отсюда, и потом усредняете по времени, да, то поскольку вот здесь вот случайным образом меняется фаза, то при усреднении это будет ноль. А если вы в рамках одного цуга, то есть, разность хода у вас, это длина одного цуга, и тогда, значит, вы видите интерференционную картину. То есть, сигнал когерентный. Значит, в пределах одного цуга как бы сигнал когерентный. А, значит, один цуг и второй цуг уже не когерентны. Почему? Потому что разность фаз между ними случайно меняется. При усреднении вы получите ноль. Значит, ну, это немножко упрощенная, конечно, картина того, как это происходит, но тем не менее, значит, вот эту продольную длину когерентности можно считать длиной цуга. Вот излучаемого источника. Ну, вот это, наверное, всё про продольную длину когерентности. Про поперечную длину когерентности поговорим на следующем семинаре, на следующей лекции. То есть, у вас какие-то вопросы остались ещё по вот этой части про продольную длину когерентности? Есть какие-то вопросы? А длина цуга, она всегда пропорциональна этой продольной легендности? Это по смыслу почти одно и то же. Это по смыслу просто практически одно и то же. Если я так длину цуга определю, вот таким же образом, то есть длина цуга – это вот характерная длина, что я сигнал беру из этих вот двух точек и хочу, чтобы он был когерентным, то есть чтобы наблюдалась интерференционная картина. И называю эту длиной цуга, то есть вот длина, из которой я могу взять сигналы так, чтобы два, беру сигнала, чтобы они давали интерференционную картину. То есть это по смыслу одно и то же. И посчитать это я могу потому и по соотношению неопределенности. То есть я вот это вот умножаю, это дельта x у меня фактически, умножая на дельта k порядка 2π. И таким образом вы же видите, что здесь у нас было одно и то же. Дельта k на дельта r я писал по лампу. Дельта k на дельта r порядка 2π. Вот. То есть фактически получается, что это просто соотношение неопределенностей. Хорошо, спасибо. Еще какие-то вопросы. Это красняющая картинка. Это чертня вот здесь. Ну, значит, что нужно, еще раз скажу, что нужно отсюда запомнить, что разность хода вас интересует. Большая разность хода интерференции не будет. Маленькая разность хода будет. Большая или маленькая по сравнению с чем? По сравнению с продольной длиной когерентности, которую вы можете оценить вот по этой формуле. Если источник монохроматический, прям строго монохроматический, то эта длина устремляется в бесконечность. Пожалуйста, почти при любой разности хода вы будете наблюдать интерференционную картину. Но в жизни такого не бывает. Всегда есть какой-то разброс. А если он и есть, разброс дельта лямда, то тогда L-продольная оценивается таким образом. Ее надо сравнить с разностью хода. Ну, это примерно то, что нужно запомнить. Значит, в следующий раз встречаемся с вами опять в четверг второй парой. Значит, я уже напоминать не буду, просто перед парой за 5-10 минут направлю приглашение на встречу. Значит, и вы приходите. Ладно, запись мы останавливаем. Значит, на запись не рассчитывайте, пожалуйста, потому что могут быть и сбои всякие. Поэтому я бы хотел, чтобы вы все-таки лично приходили. Вот дистанционно, но все-таки приходили на лекции. Ну и все, всем счастливо. Никому не болеть. Всем быть здоровыми. А где запись можно найти будет? А я же вам открывал доступ на первую. А я не знаю, я просто был на прошлой. А, были и запись. Значит, ну я... Просто у меня сейчас интернет довольно сильно зависал. Была у меня проблема, и я поэтому не был... Не-не, запись я открою. Если она сейчас будет, я ее открою. Ну, вам уведомление должно будет прийти, что я этот файл расшарил. А, все, спасибо большое. Он где-то на Google диске будет висеть. Я его просто расшарю. Я первую лекцию, которая была в прошлый раз, я расшарил только для геологов, потому что их там не было, для геофизиков. А эту, наверное, расшарю. Можете тоже расшарить? Просто с интернетом было проблем. Тут тоже хорошо. Хорошо. Но тоже при условии, что вы будете приходить. А, да нет, конечно. Да нет, просто у меня как-то странно было, что я типа сижу, слушаю, у меня интернет подключается и зависает картинка. И так я это постоянно перезагружал. Ну, все хорошо. Все расшарю, но вы все равно приходите. Ну, давайте счастливо. Всем быть здоровыми. Давайте, не болейте. До свидания. До свидания. До свидания.